Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Здесь я опубликовала одно видео, им лучше тьма, а кто-то любит свет, назвала я его. Тьма, кому лучше тьма? Тьма лучше красной нечисти. А люди, они любят свет, за что же с ними так? Вот что означает это? Меня спрашивали, что означает ваше название? Прослушав внимательно, вы поймёте. И здесь столько было угроз, мой редактор всё это сфотографировал, сделал скриншоты, запечатлел, потому что я собираю на всякий случай. У меня есть специальная флешка, где я всё-всё-всё фиксирую. И по IP он там адреса находит, он всё там чётко знает по спутнику. Он всё умеет, слава богу, у меня прекрасный редактор. И даже такие сообщения, которые берегитесь или береги себя, Катя, ты там что-то, они все зафиксированы. Берегитесь вы, кто это мне пишет. А меня бережёт Бог. Гораздо приятнее, когда пишут, пусть Господь Бог бережёт вас. Это же насколько надо быть напуганным, представляете, чтобы написать мне, вас за правду могут наказать, берегитесь. Написала мне, по-моему, Ирина. Это ж насколько Ирине надо быть напуганной. Это ж насколько она запугана, вы представляете? Вы знаете, я ещё хочу вот что сказать. Это мой канал, это моё субъективное мнение. И рот заткнуть ни у кого не получится, особенно на дни памяти. Вот 23 февраля, да, это кроме того, что у людей праздник, ещё это и день памяти. Об этом забывать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Я ставлю, допустим, свечку 24-го, потому что 23-го у меня торжественный день. А 24-го я обязательно как день памяти. И я вспоминаю о чечено-ингушском народе, о татарах в этот момент и о других. Допустим, у нас другой день, когда голодомор был. Но тогда я вспоминаю обо всех, в том числе и о поволжье голодающих. Обо всех абсолютно. И эти дни нельзя забывать. Вот смотрите, я всем своим деткам обязательно о них рассказывала. Обязательно. Я рассказываю всем своим знакомым, друзьям, ученикам, абсолютно всем, кто меня окружает. Они все знают об этих днях. И, конечно, делитесь этой информацией, потому что как стиралкой начинают затирать. Рассказывать только 41-й, 45-й, как фашистскую нечисть гнали. Но при этом забывают, как в 44-м, пока гнали мужчины, пока все мужчины были на войне и гнали фашистскую нечисть, в этот момент красная нечисть вот так вот сгоняла людей в 44-м, когда не было мужчин. Вот так вот сгоняли женщин, детей, стариков и грузили вагонами, как скот, и отправляли в Среднюю Азию, Казахстан, и отправляли в Сибирь. Это было страшно жутко. Я вижу, как сейчас также запуганы люди, потому что, ну, очень мало было свидетельств. То есть люди не хотят помнить свою историю. Но я не могу забыть историю своего деда, отца моей матери. Да, история, которая закончилась 36 лет. Я всегда буду помнить. Именно поэтому для меня вот эти дни памяти очень важны, в каком бы они на роде ни были. Вот это чечено-ингушская боль, это Российская Федерация. А когда боль украинская, это голодоморд, то свечка у меня всегда на окне стоит. Я смотрю, что многие люди уже не зажигают эти свечи. А я всегда в этот день напоминаю, посмотрите, обязательно посмотрите. И вот этого, это нельзя забывать. Просто, ну, нельзя, нельзя. Иначе, как стиралочкой, подтерли. Вот тут мы подотрем, будем помнить. А вот тут мы не подотрем. Здесь так надо. А вот тут дальше опять подотрем. А вот тут не будет. Нет, 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 дорогие мои, так дело не пойдет. Вот. Дальше, что я хотела сказать? Дальше я хотела зачитать некоторые свидетельства. Например, вот кто нам написал. Мне очень, меня очень радует, что очень большое количество людей поддержали в этом. Вот Светлана Гончарова написала больно. Оксана Жатикова. Светлана Хома. Вот, например, Оксана Жатикова написала. Доброе время суток, Катюша. Низкий поклон вам. Божьего благословения всей вашей семье, интернет-семье. Вечная память погибшим. Это коснулось каждой семьи. Наталья Андреевска написала. Не дай Бог, чтобы те чудовищные дни вернулись. Не дай Бог. Вот именно поэтому, Наталочка, именно поэтому мое сердце беспокойно в эти дни. Беспокойно. И зная эту дату молчать, ну как это так? И представляете, в этот день, именно под этим видео было очень много угроз, которые редактор мой удалил. Но сделал скриншоты обязательно. И не только скриншоты. Дальше. Наталья Андреевска пишет. С масленицей всех. Люблю вас. Пусть Господь обильно благословит вас и ваших родных и близких людей, и наших интернет-сестренок, братишек. Здоровья, счастья, благополучия, любви, радости, удачи всем людям. Я принимаю такие замечательные благословения. И передаю всем привет также. Мадиночка пишет. Доброе утро. Каждый раз узнаю страшную советскую историю. Вот, пожалуйста. Вот Мадина. Она не знала эту историю. Мадиночка не знала эту историю. Вот теперь она узнала эту историю. Вот даже ради одной Мадины стоило мне сделать это видео. А представляете, сколько не написали и узнали об этом через мое видео. Вот так? В школах об этом не рассказывают. Там замкнули. Вообще просто полное какое-то замыкание. Галя Швайба пишет. Низкий поклон погибшим. Пусть им будет земля пухом. Вот так. Они же не виноваты. Лика Кварачелия пишет. Ужасно жутко. И душераздирающие события. Всем мира, добра. Вот таким образом мы укрепляемся. Не дай Бог никогда никому на свете такого еще пережить. Вот именно из-за этого. Вот видите сразу, какие фразы у людей рождаются. Не дай Бог. Вот именно. Вот именно. Страшно, когда кто-то говорит такие фразы. Можем повторить или еще что-то. Вот это страшно. Вот это игра. Вот эти шуточки. Бесовские шуточки. Это страшная фраза. Можем повторить. Понимаете? Не дай Бог никогда. Вот какие фразы должны быть. Не дай Бог. Никому на свете такого еще пережить. Пишет Лика Кварачелия. Да хранит нас Бог наш всемогущий. Вот такая молитва. И под этой молитвой я говорю. Аминь. Сюзанночка поддержала. Екатерина Адаменко. Посмотрите сколько. Ума Турман. Спасибо. А, это Ума Турман. Имя, фамилию свое поставьте. Пожалуйста. Ну, фамилию не надо. Имя хотя бы. У вас ведь не Ума Турман. То актриса такая. Но пишет. Спасибо вам за это видео. До сих пор об этом умалчивается. И на федеральных каналах ни разу не сказали. Наверное, чтобы праздник не испортить. Спасибо. А какой праздник? А, 23 февраля. Да, да. Точно. Дальше. А кто испортит? Можно и день памяти рассказать. Почему нет? Почему нет? Нателла пишет. Аминь. Светлая всем память. Здоровья, любви и благословенного всем начала. Вот, кстати, сейчас Ума Турман. Вот она. Я же телевизор не смотрю. Я не знаю, что там происходит. Что здесь происходит. И вот она, видите как. Говорит, что нигде об этом даже не сказали. Это страшно. Это страшно. Хорошо, что есть YouTube. Значит, эта боль никому не нужна уже там. Вот и все. А мне жутко, чтобы не повторили ни с каким народом. Ни с каким. Ни с бурятами. Ни с кем. Ни с кабардино-балкарцами. Ни с венграми. Ни с болгарами. Вообще ни с кем. Чтоб такого никогда не было. Ни с поляками. Так, дальше Елена Жар. Спасибо вам, что рассказали нам об ужасных фактах нашей истории. Слезы на глазах. Вот Елена Жар, она прочувствовала это. Ольга Корычко пишет. Спасибо, Катя. Вы смелая, ищущая истину, мудрые знания, Божьей благодати. Катенька, вам и всем, кто идет по такому пути. Я не иду ни по какому пути, Олечка. У меня путь лишь один. Я просто живу. Вот это мой путь. А когда я не могу равнодушно смотреть, то тогда я говорю. Понимаете? И кривить душой я не хочу, Олечка. Ведь кто молчит, видит и, может быть, даже сочувствует, но молча равнодушные люди. Именно с их вот этого равнодушного согласия такое произошло. Именно от того, что другие молчали. Нет, это не путь. У меня нет никакого пути такого, там, ваш путь. У меня путь не... Прошло полвека, я оглянулась и скажу вам так. Путь в Боге. И все. Это единственный мой путь. Путь в Боге. А там, вот как Бог даст, так и будет. Никогда не загадываю наперед. Вот как Бог даст, так я и приму. Наиля Камалова пишет. Спасибо большое, я вот этого не знала. Вот Наиля Камалова не знала этого. Видите, как в школах учат. Наиля Камалова об этом не знала. Пожалуйста. Ларочка. Так, Аминат Кушт пишет. Большое вам спасибо за объективный взгляд со стороны всех благ. Лиля пишет, Денисова. Катенька, спасибо, большего благословения. Вам и всей интернет-семьи. Люблю вас. И я вас всех очень люблю. Дальше. Ирина Ка пишет. Благодарю, Катенька, за правду, чтобы люди помнили историю. Кто не знает прошлого, того нет будущего. Всем благословенного и доброго дня. Хорошо, Ирочка. И вам благословение Божие. Бакиров Ау Бакир пишет. Люблю вас, спасибо, как вы кстати. Спасибо вам сейчас то же самое. Да нет, слава Богу, сейчас не то же самое. Слава Богу, сейчас не так. Ирина Волкова пишет. Я вас люблю, всю нашу интернет-семью зажигаем свечки. Вот, пожалуйста, Ирочка к нам присоединилась. Дай Бог ей здоровья, благословения. Линочка. Какие проблемы? Вот у этого, так, я удаляю. Все ссылочки я удаляю. Почему? И мой, вот это просмотрел мой редактор. Вот, объясняю, чтобы не обижались девочки и мальчики. Потому что есть ссылочки, на которые заходят, если они не от меня лично, если не от меня. То есть я отправляю, всегда проверено. А если не от меня, то можно зайти на ссылочку, получить какой-то вирус и все. И потом уже на мой канал не зайдете. Вот есть такое. Поэтому не стоит ссылочки бросать, не стоит рассказывать о каких-то других блогерах, не стоит рекламировать на моем канале. Я не хочу, чтобы на моем канале кого-то рекламировали. Особенно тех людей, которых я не знаю или не уважаю, или по каким-то причинам знаю, что они врут. Поэтому, пожалуйста, не пишите. Про татар отлично знаю. Бабушка рассказывала. Нелли-Нелли говорит. Видите как? А про чеченцев ингушей не знала. Про немцев, про украинцев не знала. Насиба Ишкабулова пишет. Огромная благодарность, Катюшенька. Вам завидим. Мы вас очень любим. Людмила Федоренкова пишет. Спасибо, Катюша. Люблю слушать историю из нашего прошлого. Это коснулось и моих родственников. Прадедушек и прабабушек. Моя мама рассказывала. Очень страшное было время. Страшные, Людмилочка, были люди. Люди. Время всегда одинаковое. Время всегда одинаковое. Не берите себе вот эту фразу, Людмила. Эта фраза, она зомбирует. Когда говорят, страшнее были времена. Таким образом говорят, типа, вот тогда да, а сейчас нет. Все замечательно. Это фраза для тех, кто легко поддается зомбированию. Нет, это не времена. Это люди, страшные люди. Они себя довели до такого состояния, что на их глазах в 44-м году, когда гнали фашистскую нечисть, пришли. И вот этих людей, детей, беззащитных, без мужчин, стариков, и их выгоняли, вот их гнали. Гнали туда, где они вообще не знают, выживут ли они или нет. Это жуткая история. Жуткая история. И те, кто гнал и исполнял преступные приказы, они должны, обязательно должны понести наказание. И их народ должен осудить. Осудить. Подождите еще. Вот эту красную нечисть должны еще осудить. Я всегда об этом буду говорить, но пока жива, по крайней мере. Всегда буду об этом говорить во имя памяти моего деда. Во имя памяти каждого пострадавшего. И во имя того, чтобы этого никогда больше не случилось. Так что это не времена были такие. Это люди, и они есть. Таких много. Вот те, которые мне угрозы писали. Вот те говорят, которые пишут, береги себя или берегись. Или вот это те самые люди. Вы их легко можете увидеть. Дальше. А я себя не берегу. Меня пусть Бог бережет. Вот я ему молюсь. Вот если он посчитает нужным меня сберечь, он будет меня беречь. Как он посчитает меня к себе забрать, так он меня и заберет. Знаете, что бойтесь и берегитесь? Берегитесь только Бога. Три вопроса берегитесь. Первый вопрос, когда вы к нему придете. В кого вы верите? Второй вопрос. Что вы ради этой веры делали? И третий вопрос. Любили ли вы ближнего своего, как самого себя? Так что ваши угрозы все туда, наверх. Я все отправляю их наверх. Я знаю, как это делать. А оттуда они уже спускаются к вам. И даже если мысли. Я даже говорю, когда у меня есть одна мощная молитва, где я говорю, Господи, и огради меня от людей даже с плохими мыслями по отношению ко мне, к моей семье. И вот в этот момент Господь Бог ограждает. Каким образом он ограждает? И я не знаю. Это только одному Богу известно как. Вот так вот, дорогие мои. Так что, Людмилочка Федоренкова, это, видите как, это именно не время. Нет, это люди. Это мы с вами распинали Христа. Мы. Ирина Алексеева. Доброе время суток из Сибири. Доброе время, Ириночка. Дорогая наша. Вот наша интернет-сестричка из Сибири. Замечательнейший человек. Замечательнейший. Всегда столько добра в ней. Пишет. Память жива. Мы помним и скорбим с любовью из Сибири. Вот низкий, Ириночка, вам поклон. Поэтому мне когда говорят, вы там тех не любите, тех я очень люблю. Вот таких вот людей, как Элина Алексеева. Вот таких вот людей, как Людмила Федоренкова. Таких, как Насиба, Нелли, Лина, Ирина Волкова. Очень люблю. Очень. Дальше Александр пишет, Тумашенко. А он просто пишет, что все хорошо. Я думаю, что это его супруга пишет. Может быть, мама. Людмила Гай. Душевно-трогательная история до слез. Да, это точно что, до слез. Амина Амина. Доброе время суток. Катя пишет. Амина. Я очень благодарна вам за то, что вы не оставили без внимания этот великий день скорби чеченцев и ингушей. Благодаря вам интернет-семья узнает, как эти нелюди, безбожники поступили с моим народом, пишет. Амина Амина. Вот видите, пока только первая девочка пишет. Первая. Благодарю вас за ваши знания и труды. И видите, у Амины вот здесь на английском языке это говорит о том, что Амина живет за рубежом, по всей видимости. А вот действительно, которые живут в странах бывшего СССР, соцлагеря, очень мало написали. Видимо, они напуганы. Их дальше пугают. Видно, что-то происходит. Но мы это выясним. Надо в интернете порыться, посмотреть, в чем дело. Потому что, когда у украинцев день памяти, тогда очень активно люди пишут. Или, например, когда 9 мая, 41-45, тогда очень активно тоже пишут. А когда день памяти чечены и ингушей, почему-то молчок. И татар. Смотрите. Только наши девчонки. Вот Виктория пишет. Спасибо большое. Дорогая моя любимая, Катюша, зовите. Благослови Бог нашу интернет-семью. Люблю вас. Елена Петросова. Зарема пишет. Что пишет Зарема? У нас в Чечне 23 февраля день траура. Вот. Вот. Теперь мы знаем. Видим. Вы правы, Кэтрин. Во всем одну нечисть сменила, увы, другая, пишет Зарема. Спасибо, что вспомнили. Люблю вас очень. И я вас очень люблю, Заремочка. К каждую душу, которая претерпела. Любовь-Любовь пишет. Действовали как фашисты. Много чего помнят, а про Поволжский Голодомор мало кто помнит. Нет, Любовь. Нет, Любовь-Любовь. Вы не смотрели мои видео, Любовь-Любовь, про Голодомор 32-го года. Вы не смотрели. Там как раз я говорила про Украинский Голодомор, про Поволжский Голодомор. Я говорила, поэтому нет, вы не все видео мои смотрели. Ну, конечно, откуда вы просмотрите? Там три тысячи. Десять лет я на Ютубе. Да, дальше Бог всё видит, по заслугам воздаёт. А Бог не воздаёт. Люди сами раскрывают ворота для того, чтобы бесы работали у них. Своими злыми поступками они открывают ворота. Не Богу, а сатане. А Бог, у Бога есть много работы, понимаете? Он должен заниматься с теми людьми, которые зовут Его. Кого зовёшь, то ты приходит. Зовёшь дьявола – придёт. Зовёшь сатану – он придёт. Бесов зовёшь – придут они. Особенно вот кто матом разговаривает – бесов зовут. Придут они. А когда зовёшь Бога – Господь придёт. Вот. Он просто занимается нами, кто его зовёт. Но в этот момент, когда вот только он отворачивается от тех, кто… Ну, не хочет его. Насильно мил не будешь. Всё. Он такой демократ. Он даёт полную свободу. Не хочешь – пожалуйста, до свидания. И вот именно в этот момент на тебя набрасывается огромное количество бесовской дряни. И действует во всех сферах. Начиная с семьи, заканчивая твоим собственным здоровьем. Вот так это происходит. Надя Голубенко. Спасибо, Катюша, за видео. Будьте благословены, Катюша, вы и вся ваша интернет-семья. Дальше. Гатиева Лейла. Что нам пишет Гатиева Лейла? Она пишет. Катерин, большое спасибо за ваш труд, за ваше знание и память. Я внучка. Вот ещё, да? Это, по-моему, вторая девочка. Я внучка и дочь тех людей, о которых вы рассказываете. Вот. Я вижу второе. Вот это то, что называется свидетельство, которое перейдёт к детям. Вот, например, будут читать внизу комментарии более молодые люди. Когда нас уже не будет, дай бог, YouTube оставит вот это. И узнают вот это свидетельство. К сожалению, таких свидетельств вот только второе. Я внучка и дочь тех людей, о которых вы рассказываете. Величайшая трагедия. И никогда этого не забыть. И через 50 лет снова трагедия война в пригодном районе. И Чечне. И снова похороны невинно убитых. И нищета, и болезни оставшихся в живых. Снова нужно было выживать. Каждое поколение моей семьи, а я четвёртое поколение, в 20 веке лишалась всего. Моя мама дважды с ребёнком в 44-м и пенсионеркой в 94-м году. И это всё результат преступной политики собственного государства. Вот Гатиева Лейла, она понимает, что это не времена. Не времена. Да, мы слышали, как Людмила написала. Она написала, время было такое. Заметили, вот это есть зомбированная. Вот это и есть зомбированная фраза. Время было такое. Нет, нет, нет. Не надо. Это была именно политика преступная людей, конкретных людей. Это политика преступная. Она должна быть осуждена. И надо расплатиться со всеми людьми. Обязательно. И дальше что пишет Гатиева Лейла? Она пишет, что так, и это всё результат преступной политики собственного государства, проводящей политику геноцида собственных граждан. Вот почему я называю красной нечистью. Спасибо, Кэтрин. И храни вас Бог, низко вам кланяюсь. Вот ту политику я и называю, ту политику красной нечистью. Вот теперь вы понимаете. Дальше, кого я называю. И я хочу сказать Гатиеве Лейла, поскольку я этим занимаюсь вплотную. У меня, поскольку я переводчица, как я говорю, как мне говорят, кто вы? Штукатур-маляр. Уже высшей категории, можно сказать. Вот, поэтому у меня, там просили, кстати, ссылочку на английский канал. Нет, я не дам ссылочку, потому что там тоже самое. Всё тоже самое. Например, День памяти. И там на английском языке тоже День памяти. Я рассказываю своим подписчикам. Там многие люди, с которыми я общаюсь из посольства и так далее. Я им делаю переводы. Вот. И я хочу сказать Гатиевой Лейле, что 26 апреля было 1991 года. Закон номер 1107. Пусть она себе запишет. У меня есть хорошие юристы. Хорошие юристы. И вот они мне рассказали про этот закон от 26 апреля 1991 года, номер 1107. Вот это вам, Гатиева Лейла, будет очень интересно. Это закон о депортации. Да. Политической клеветы и геноцида. Этот закон, он представлял право для репрессированных народов, для восстановления территориального права, целостности существовавшего до антиконституционной политики, до насильственного перекрашивания, перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения. А также на возмещение, внимание, ущерба, причинённого государством, именно государством-правоприемником. Вот я поэтому тоже не сижу сложа руки. Именно на возмещение ущерба, причинённого государством. Я хочу, чтобы вы это знали. Не сидите сложа руки, зачем, когда можно взять и написать, ведь есть специальные органы, которые не в государстве, а не выше, это международные органы. Поинтересуйтесь у юристов толковых, международных. На самом деле были приняты прекрасные законы, и они действуют по сей день. Например, 2012 год. Было принято на заседании Госдумы о финансовой помощи репрессированных народов. Смотрите. Почему я интересуюсь? Мне говорят, вот вы говорите, что... Почему РФ интересуется Украин, но вы интересуетесь РФ, потому что РФ – это правоприемница СССР. СССР, а я была рождена на территории СССР, понимаете? Поэтому мне именно нужно руководствоваться этими законами, и часто мне приходится опираться на них. Вот, чтобы вы понимали. Я в таком возрасте, что я была рождена в СССР, и именно меня коснулись вот эти все невзгоды. Меня коснулось, может быть, больше, чем кого-либо и до сих пор касается. И мне обязательно это нужно было знать, и международные юристы мне дают разъяснение в письменном виде, что в 2012 году было принято на заседании Госдумы о финансовой помощи репрессированных народам репрессированным. Запишите себе, кому интересно. И было выделено, внимание, 23 миллиарда рублей из бюджета для помощи политзаключенным. Эти деньги должны были пойти в качестве компенсации. Так что я, например, рассчитываю получить компенсацию. И моя семья все, мои сестры, мои братья, все должны получить компенсацию. Кто уже получил? Я вот сейчас, что я делаю? Я собираю информацию, мне нужно знать, кто получил, для того, чтобы поделился опытом. Хоть кто-нибудь получил что-то из этих 23 миллиардов? А то, вы знаете, когда говорили, что это правоприемник, и потому передайте все ядерное оружие правоприемнику СССР, молча все подписали и передали все, у кого было какое оружие, в том числе и Украина. А теперь вот есть такие международные законы, вот, например, вот этот закон. Он мне очень важен. Поэтому у кого была, вот Гатиева Лейла написала, что ее это коснулось, я хочу спросить, именно Лейлу получила, сколько она получила в качестве компенсации. Как исполняется этот закон, кто получил и в какой кассе можно получить. Реально деньги были выделены. Это было сделано еще раз в 2012 году. Большое спасибо, что это было сделано. Реально. 23 миллиарда рублей из бюджета. Но куда они пошли? Должны были пойти в качестве компенсации. Вот это то, что мне прислали, что я узнала. Так, вот я делаю ссылочку для того, что вот утверждено постановлением правительства, то, что я говорила, о 92, от 16 марта 1992 год, номер 160. Это все в открытом доступе. Чтобы не говорили, что я там где-то взяла, непонятно. Вот положение о порядке выплат денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с законом. Вот все о реабилитации жертв политических репрессий. И дальше пошло, пошло, пошло. Все это есть. Вот право на денежную компенсацию, предусмотренную статьей 15 закона, имеют не только граждане Российской Федерации, видите, а граждане государств бывших республик СССР. Еще раз внимательно, чтобы вы видели. Не думайте, что я там что-то беру. Я докапываюсь всегда до источника, до самого. У меня есть юристы, которые вот это мне все скидывают, друзья мои, поскольку я также работаю переводчицей. Вот смотрите, граждане государств бывших республик СССР, другие иностранные граждане, лица без гражданства, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение психиатрические лечебные учреждения на территории Российской Федерации с 25 октября 1917 года и реабилитированы в соответствии с законом, ну и так далее, и так далее. То есть вот все, кто с 17-го года и выше такое с ними происходили, в том числе и 32-й, и 44-й, вот все опираться могут на вот этот закон. Ссылочку, давайте я вам скину ссылочку внизу под видео, вот. Я вам могу даже просто вот так зафиксировать, вот, если не уберут. Право.gov.ru Вот тут вы все это найдете. В принципе, можете прочитать ваши адвокаты и юристы. Они могут, вот я, видите, так вот вниз, вниз, вниз. Можете поставить на стоп. Прочитать. А они потом найдут. Распечатать себе. Вот, посмотрите. Все тут есть абсолютно. Так что. Вот дальше пошло. Вот как писать заявление. Кому интересно, как писать. Прошу начислить и выплатить компенсацию в соответствии со статьей 15-й Закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Смотрите, чтобы из Конституции не убрали эту статью. Если уберут, то вряд ли вы сможете. Дальше. Банковские реквизиты указываются при желании получить компенсацию путем перевода ее суммы на счет банка или другом финансово-кредитном учреждении. При переводе суммы компенсации за пределы Российской Федерации банковские реквизиты указываются на иностранном языке. Дальше. Дальше пишется вот название, адрес, код банка. Банк-корреспондент этого банка. Если есть номер личного счета, приложение. Дальше. Ну, приложение это сюда нужно обязательно документы репрессированных. Вот, например, моего деда. Да? Документы. Вот сюда записать все за номерами. Дата, подпись, расписка, заявление и другие документы гражданина. Такого-то принял тот, кто должен принять регистрационный номер заявления. Дата, подпись инспектора обязательно. Вот. И все. Вот здесь все образцы, пожалуйста. Все здесь есть. Абсолютно. Так что, вот Лейлаша, вот моя дорогая, я вам такую делаю подсказку, что трагедия, трагедия, слезы, слезьми, но они должны расплачиваться. Именно была выделена сумма, куда она ушла, она еще не ушла. Каждый имеет право. Поэтому, когда я говорю, что правоприемник будет раздать, это все официально. Это все официально, я говорю, не от неба беру. Понимаете? Дальше. Спасибо, Кэтрин, и храни вас Бог. Низко вам кланяюсь. Вот такие вот храни вас Бог. Я, конечно, принимаю. А когда мне пишут, берегись, берегите себя, берегите семью, я фотографирую. Берем, докапываемся до каждого IP-адреса, заходим. Слава Богу, у меня есть люди, разбираются. И дальше, дальше, дальше. Оставляем. Дальше. Хеда Сатуева пишет. Все это правда, это страшно все представить. Но по рассказам дедов знаю много историй. У каждой семьи своя история. А по прибытию в Казахстан было нелегче, пишет Хеда. Там и продолжение страшнее. Вот что пишет Хеда. А вот написать по продолжению, она почему-то не написала. А ведь молодому поколению интересны эти истории. Эта история, эта страничка, эта страничка памяти. Почему бы не написать? Вот я делаю еще одно видео, именно для того, чтобы открыть вам глаза, что есть постановление. Понимаете? Было принято на заседании о финансовой помощи репрессированным народам. Конкретно всем. Просто не все обращаются. Дальше Лиля Зубик пишет. Дякую, рідненька. Слези на очах. Фактично, зараз те саме. Ну, не дай Господь, Лидия. Одна жінка, блогер з Росії, питає в интернеті, чи варто їй з Сибіру переїхати до Криму. Бо влада запрошує. Уявляєте? Жесть. Люди самі поїхали, щоб їхні закували в кайданки. А вони переїжать, збираються. Сором і зневага. Дякую, що нагадаєте. Це ніколи забути не можна. Люблю вас. І я також навзаєм дякую. І люблю вас. Дуже поважаю. Це життя. Це життя, Лиля Зубик. І це наші з вами проблеми. По самодостатніх людей цей монстр не йде. Він йде по лайну. Тому що ми, як лайно, мовчки, мовчки, сіделі і тримтелі. Тримтіли. Чому тримтіля? Чому це так? Війне винен кожний. Кожний. І, Лиля, чому ці програми в мене? Чому? Тому, що від цього монстра треба відриватися з м'ясом. Як я навіть не маю прикладу. З м'ясом. Або поглотить. І це бачите, як робили масово. Масово. З українцями. З татарами. Чечені-інгушетії. З усіма. Поволж'я. Всье масово тому і масово, що має слишком малу тіну. Оце таке має бачення. Дальше Галина Іванова пишет. «Очень печальні факты історії наші. Спасиба, Катрин, що помните і нас учте. Не забывать і знати, що було на самом деле. Божього благословення, всем мира, добра і любви нет. Галиночка, я не, никого не учу. Я висказываю крик своей души. Время от времени. І я не могу равнодушно молчать. Вот представляете, у чечена-інгушетського народа траур, да? Меня смотрят столько чеченок, девчат, інгушек. І я буду молчать. Тихонечко я буду сидеть і молчать. Молча пройду мимо. Да? Проходимо, переворачимо страничку дальше, зная об этом. У мене совість не позволить. Просто. Моя душа вирвається. Вони все писали, коли я рассказывала їм про голодомор, вони все писали в поддержку. А сейчас у них був день траура 23 февраля. І я пройду, пролесну, мимо, уйду. Да не, я так не могу. Я так не могу, дорогие мои. Вот так, Галинушка. Чижова Олечка. Ваша беседа до глубины сердца и души. Невозможно оставаться безразличным. Спасибо за память, за историю. Благослови Бог вашу семью. Светлая память всем погибшим в годы войны. Венера Абдурашитова пишет. Да, моего отца вместе с его семьёй... Вот, ещё у нас третье, да, это у нас третье свидетельство. Венерочка Абдурашитова пишет. Да, моего отца вместе с его семьёй депортировали в Узбекистан. Это дискриминация целого народа. Уничтожили моих дедушку, бабушку и всю их семью. Это, мне кажется... Дальше. Только мой папа выжил чудом. Просто обидно за моих предков. Вы думаете, не болит сердце за них? Они не смогли в Узбекистане выжить. Там климат другой. Всё у них отобрали. С одним узлом приехали. И как они могли там после войны выжить? Венерочка, вот вам моя информация. Ещё раз по поводу, куда обращаться, да? Моя информация. Закон 26 апреля 1991 год. Закон 1107. 2012 год. И зайдите на тот сайт, что я зафиксировала. Верните видео обратно. И принцип, как писать заявление, пишите, узнавайте. И, конечно же, не проходите, что называется, мимо. Иначе безнаказанность, когда безнаказанность, тогда именно и повтор. Мне нравится, что все те немцы, которые обратились и репрессированы этнически к немцам, то они получили компенсацию. Все, кто обратился. И немецкие власти распахнули свои объятия немцам, приняли их, поместили и сделали специальные курсы. На этих курсах обучали языку, обучали праву, как нужно себя вести и так далее, и так далее. Дали возможность учиться в школах детям и много чего еще дали. То же самое провели и Израиль. Они распахнули свои объятия для всех желающих, для всех, кому плохо, для всех вообще евреев, кто желает вернуться на свою этническую родину. И таким образом там сделали им специальные условия, где они могли выучить язык, где они могли получить образование для детей. И дальше все уже легко. Вот так. Светлана Аргунова пишет. Катюша, как больно это слышать. Что же это за нелюди? Неужели их Бог не накажет? Сколько же они будут делать подлости? Вот, Светланочка, подлости будут делать до тех пор, пока мы сами не будем спрашивать. Так, вот были выделены финансы. Пожалуйста, заявление пишите. Все, это фактически фиксируйте и по всем, по всем инстанциям. Вот и все. Дальше пишите, когда отцепится. Вот тогда и отцепится. Вот вам ответ. Дай Бог вам всего хорошего. Очень люблю ваш канал. Спасибо, Светланочка Аргунова. Джи Си. Джи Си. Имя, фамилию Джи Си, пожалуйста. Мир вам и вашему дому. Принимаю и вам мир. Да и с ними вместе пребывали красные, чтобы им править. В Советском Союзе всех унижали нерусских. Нет, нет, вы ошибаетесь. И русских тоже. Знаете, сколько в Поволжье от голода русских погибло? Ой, вы зря. Вообще, мне кажется, русским еще хуже там, потому что даже нету русской республики, например. И вообще как-то все необычно, да? Вы зря так думаете. Дело не в национальностях. Вы понимаете, в чем дело? Дело в людских душах. Душах. Вот души уничтожают, унижают. Национальности нет. У Бога вообще нет национальностей. Почему, когда меня спрашивают, кто вы по национальности? Это же почти каждый день вопрос меня задают. Я им, знаете, что отвечаю? Пишу на почту. Г-М-О. Генно-модифицированное образование. Вот кто я. Г-М-О. Наполовину украинка, наполовину немка. Кто я? Я Г-М-О. Точка. Причем родилась в государстве, которого не существует уже. Кто я? Я никто. Из ниоткуда. Вот и все. Так что вы зря говорите, что не русских. Вы смеивали образование. Это не как к второсортным. Нет, нет, нет. Вы знаете, это не культурные души. Есть культурные души. Они же никогда так себя не поведут. А есть не культурные. Здесь национальность вообще ни при чем. Вообще. И сейчас, через много лет. Вот, например, недавно. Знаете, что я видела? Я такое видео видела. Вы, кстати, можете прогуглить. В Ютубе есть. В Ютубе есть. Значит, мальчик, он армянин. Вот неважно, да, какая у него национальность. Вот он подходит в Макдональде. Он подходит к столу и говорит. Слышь, ты, ты армянка? Она говорит, да, я армянка. И он берет и в ее лицо кидает бумаги. Она сидит с парнем, очень спокойным, тихеньким. Ну, видно, что парень тихоня. Они встречаются им по 20 лет. И вот подходят к ним. Сейчас я попробую найти. Вот есть такой канал. Вот, вот, вот. А, называется. Можете набрать. Армянку унизили в Макдональде за то, что она встречается с русским. Вот. И поэтому вы зря так думаете. Это просто некультурные люди. И разницы тут нету, русский или армянин. Вот вам, пожалуйста. И вот он там начинает ей такие гадости говорить. Вообще. Ужасные. Вот парень пытается тихо объяснить. Говорит, успокойтесь. Потому что он понимает, что этот человек сумасшедший. Что независимо от национальности. Просто этот человек, то ли он новости вот смотрит когда. То ли он не в себе. Это где? Унизили в Макдональде. В Москве. В московском Макдональде. Вот. За то, что девочка сидела с русским парнем. Ей в лицо за это. Он кидал мусор. Мусор в лицо девочки. Вот тут девочка закрыта. И есть еще. Еще есть. Вот. Это самый настоящий нацизм. Она говорит. Видите? Она ему говорит. Я наполовину армянка. Она говорит. Наполовину русская. И он говорит. Не называя себя армянкой. Такого плана. Если что. У меня мама русская. Папа армянин. Вот. Она говорит. У меня мама русская. Папа армянин. Если что. А он в нее кидает. Он ее называет такими плохими словами. Он потом говорит ей. Не называй себя армянкой. Ты типа не имеешь права называть себя армянкой. Вот. И смотрите. Вон она. Он раз кидает. Это он ей сейчас пульнул в лицо бумагу. Мусор. Салфетки. Он ей бросил. Вот опять. Видите? Видели? Бедная девочка. Худенькая такая. Нежная такая. Поэтому это видите? Это совершенно не зависит. Вот девочка. Да. Наполовину армянка. Полурусская. Вот встречается с русским мальчиком. Этот подошел армянин. Вот он так себя хамло ведет. Да. Вот они оба. Да. И она армянка. И он армянин. Но они разные люди. Понимаете? Вот этот мальчик русский. То есть это не от национальности зависит. Это зависит от душевной опустошенности. Вот этот человек, который подошел в лицо, кидал этой девочке. Он же увидел вот этого парня. Вот. Он увидел вот этого. Посмотрите на этого парня. Он же увидел, что полненький парень. Вот. Вот такой вот видно, что из интеллигентной наружности. Что этот парень не встанет и, извините, в пятак ему не даст. Потому что я таких людей не называю людьми. У них пятаки. Пятаки. Почему пятак? Потому что это черти. Ну, еще их называют шайтаны. Поэтому черту не даст. Ну, вот. А так вот бы он подошел ко мне, да. А рядом со мной мой супруг. Или мой зять. Или мой старший сын. Или мой младший сын. Или мой племянник. Или мой вдвоюродный племянник. Мата, тебе привет. Или вот, ну, у меня, видите, меня окружает очень много мужчин больших. Больших. Тренированных. Боксеров, да. То, конечно, он бы сразу в пятак получил. Тут же бы. А тут вот он увидел вот этого парня. Спокойного такого вот. И он, видите, спокойно может себе позволить. Вот. Это суть вот этих вот шайтанов. И у них нет национальности. Вот по этой именно причине, вот, я вам хочу сказать, здесь я не соглашусь. Вот. А Советский Союз, это страшное было государство, конечно. Дальше вы пишете. Я киргызка. Родилась в 1985. В детстве, когда я слушала песни, Ленин наш отец. У меня было отвращение. Вы знаете, такое отвращение было не только у вас. Мне мои подружки туркменки. Гюзеля, Гюзелечка, привет. Гульшата. Они мне... Ну, я дружила с туркменочками. Это мои одни из самых лучших. Гюзелечка Ильясова, Гульшат, Чарьярова. Они мне всегда говорили, терпеть не можем эту пионерию, эту комсомолью. Понимаете, они терпеть не могли ее. Терпеть не могли. Тоже их настрадавшиеся. Дальше. Потому что мне бабушка говорила об этих историях. Сейчас у нас осталось потомки красных. Очень мало пишет. Дальше. Я не знаю, как к вам обращаться, потому что имя вы не написали. Напишите, как вас зовут. Нам же хотя бы имя. Потому что я люблю, когда я молюсь, называть иногда имена. Вот так вот за вас. Даже вот сейчас, называя вас, я обращаюсь к Богу. Господь. Утешь этого человека. Дай душевного спокойствия. Дай любви. Дай здоровья им. Дальше вы пишете. Бабушка говорила об этих историях. Сейчас у нас осталось мало потомков красных. Очень мало. И то они всегда везде гадят. И правят, как хотят. Из многих наций они выделяются. Вот видите, вы правильно сказали? Красные. Не нация. Нет. Вообще не нация. Нации не трогайте. Красные были везде. Среди всех были красные. Красные – это нечисть. Я называю нечисть. Нету там нации. Понимаете? Нету. Вот нации вообще не трогайте. Это не нации. Это нечисть. Дальше Зарочка Масуева пишет. Здравствуйте, милая Катюша. Я прошу Всевышнего, чтобы ты и твои близкие не пострадали от правды. Вот. Значит, Зарочка, за правду Господь Бог, знаете, Он стоит. Он стоит. Я не пострадаю. Не переживайте. Не мои близкие. У нас свобода слова в стране. Я не пойму, почему вы так напуганы. Что у вас происходит там? Это вы не первая, кто так пишет. Вы не первая. Я не пойму, что у вас там происходит. Я говорю то, что я думаю. Почему я должна молчать или не говорить то, что я думаю? Или воздерживаться от того, чтобы поддержать в день памяти чечено-ингушский народ? И за это я могу пострадать? Очень интересно, Зарочка Масуева. Я сделаю скриншот, потому что это на памяти должно остаться. Все, кстати, знают, что я пишу книги и всякие интересные. И мне, конечно, я всегда обращаю внимание, я чувствую тон, я чувствую душу даже в одной строчке. Вот когда пишут просто «Спасибо!» Да? Или «Дужи дякую!» Или когда я слышу «Да благословит вас Господь!» Вот это я вообще, мне это очень нравится. Такой «Я чувствую душу человеческую!» И вот вы здесь пишете сейчас, чтобы злой и коварный взгляд не постиг ваших... Что вы пишете такое? Зарочка! Господь Бог меня бережет! Господь Бог не тронет... Поверьте мне, Господь Бог меня защитит! Потому что каждый день я к Богу прихожу с мощнейшими молитвами. И даже вот сейчас, читая все благословения от людей, я произношу тем самым молитвы. Я говорю, Господи, защити и огради от злого языка, от людей даже со злыми мыслями огради меня всеми теми жесткими воротами, которыми Ты владеешь. И всё. И всё. И дальше всё отдаю в руки Божьи. Но за что? Вы это пишете за то, что я поддержала чеченцев и ингушей? Вы в День памяти 23 февраля? А что, разве этого нельзя делать? За это коварный взгляд постичь? Нет, нет, нет. Нет, Зарочка, я с вами вообще не согласна. И раз у вас уже до такого вот момента ваше мышление дошло, то пересмотрите, что-то у вас происходит не то. Да сбереги нас всех, вот вы пишете даже, нас всех от такого зла. Спасибо, девочка, за каждое твое слово, за каждую тему. Не имеет значения, кто откуда, всем, кого коснулось. Это родным и близким низкий поклон, наше сочувствие, наше родственное чувство. Спасибо нашей интернет-семье за сочувствие к беде. Я люблю всех, мои дорогие, смасленицы, благословение Божьей любви. Спасибо, Зарочка, дорогая, Зара Масуева, дай Бог вам здоровья. И я прошу Господа Бога воззреть на Зару и защитить её от её страхов, и защитить её от тех, кого она считает, что ей угрожают. Я чувствую, что у этого человека есть страх, причём очень сильный страх. Страх даже в том, чтобы поддержать людей, но она через этот страх как бы переходит. Вот она вроде бы пишет, но в то же самое время она трепещет. Зарочка, избавьтесь от этого страха. И, знаете, как-то я несколько раз в день молюсь, но я знаю людей, которые по пять раз в день молятся. И это здорово помогает. И Святое Писание, не выпускайте из рук Святое Писание, и вы увидите, как эти черти будут просто, эти шайтаны от вас, отскакивать. И я люблю вас, всё у вас будет хорошо. Благословение, любви и здоровья. И верьте, Зара, верьте, Господь, Он силён, Он всемогущ, Зара. И тот, кто верен Ему, искренне верен, тот мощно защищён. Господь всемогущ. Анна Нелнер пишет, страшно все представить. Родители мои всё это пережили. А некоторые не пережили. Дед, забранный ночью, в 1938 году. О, пожалуйста, вот ещё одно свидетельство. В городе Киеве. Неизвестно, как и где. Не знают, что написать. Убили, расстреляли, так как ничего не знаем до сих пор. Очень тяжело об этом думать. А пережить такое, не дай Бог. Катя, большое спасибо о памяти об этих людях. Аннушка, царство небесное, вашему деду, как и моего деда забрали в 41-м, ночью. Изабеллочка Зорина пишет, не дай Бог повторения этой страшной ночи. Всем, кто опечалился в эти дни, желаю радости душевной, здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом, чтобы были сыты, и чтобы постели их были из пера и пуха. Всем мира. Пусть в каждом сердце загорится огонек. Агапе Божьих благословений нам всем спасибо. Милая сестренка Катрин. Аминь. Я присоединяюсь к этой великолепной молитве. Молитве прошения о таких прекрасных благословениях. Пусть Господь воздаст вам обильно, дорогая Изабелла.